Я этим буду заниматься целенаправленно и последовательно, поскольку уже говорил, считаю, что мы можем претендовать на то, чтобы в Центральной России стать лучшим местом с точки зрения условий ведения предпринимательства. У нас с вами половина, больше половины валово-регионального продукта производится малыми и средними компаниями, поэтому мы с вами просто обязаны инвестиционный климат для предпринимательства наладить так, чтобы у нас было заниматься предпринимательством удобно и приятно. Чтобы быть лучшими, нужно стать первыми. С федеральным форумом по популяризации предпринимательства «Мой бизнес» именно так и получилось. Ивановская область стала первой площадкой, где это мероприятие проходит. И выбор нашего субъекта в качестве пилотного не случайен. Регион занимает ведущие позиции по поддержке малого и среднего предпринимательства. Центр «Мой бизнес» создан специально для этого. Форум – еще одна уникальная возможность получить ответы на самые разные вопросы, причем бесплатно. Регистрацию на данное мероприятие прошли более трех тысяч человек. Наша большая часть зала – это те люди, которые не только владеют бизнесом, но и те, которые только задумываются создать свое дело. И я надеюсь, что сегодня порядка 16 спикеров, в том числе 10 федерального уровня и 6 от региона, помогут и поделятся своими секретами успеха для того, чтобы все те, кто сегодня присутствует в зале, вынесли от предприятия тот задел, те советы и те знания, чтобы смогли создать свой бизнес. Ну а мы с твоей стороны будем помогать. Желаю нам всем плодотворной работы и интересных выступлений. Деловая программа рассчитана на целый день. История успеха и поражений, практические советы. Делиться опытом готовы ключевые маркетологи России. Сегодня буду говорить, как обычно, про маркетинг, но поскольку мы говорим о предпринимательстве, я расскажу о своих ошибках, которые делал, когда был предпринимателем, о том, почему у меня что-то не получилось и что бы я сделал по-другому, если бы запускал очередной 12-й бизнес. Ольга пока только в самом начале пути, поэтому советы, как все сделать грамотно с первого раза, для нее сейчас особенно актуальны. Девушка победила в федеральном проекте «Мама-предприниматель». Прошла обучение на площадке «Мой бизнес». Начинающая бизнесвумен планирует делать сладкие подарки и упаковывать их в деревянные боксы. При помощи этой программы я поняла, что для запуска своего дела не требуется больших вложений. Самое главное – правильно продумать о том, как ты его начнешь, и все возможно даже без больших денежных вливаний. На данный момент первоочередная задача – это открыть ИП или ООО. Соответственно, в центре «Мой бизнес» я планирую проконсультироваться по этому вопросу, то есть определить, что будет для моего бизнеса наиболее эффективным. В дальнейшем уже проговорить именно по поводу поиска поставщиков тех сладостей, которые я планирую упаковывать в деревянные боксы. Ивановцам, кто в бизнесе не первый день, тоже есть чем поделиться. Какие условия созданы, куда пойти за помощью и на что можно рассчитывать – все из первых рук. Я считаю, что заниматься бизнесом всегда комфортно. Главное – желание предпринимателя, главное – настрой, и иметь интересный продукт для людей. Поэтому время всегда удобно. Сейчас в Ивановской области, я считаю, очень благоприятная атмосфера. Во-первых, очень хорошую поддержку оказывает именно центр поддержки «Мой бизнес». Я сама приходила туда на такую разовую консультацию, специально посмотреть, потому что коллеги меня приглашают, и я должна была оценить. Я действительно получила поддержку и получила программу развития для себя и для своего бизнеса. Это действительно работает. В центр «Мой бизнес» уже обратились порядка 5000 предпринимателей. На 900 миллионов рублей выдано льготных кредитов под 8,5%. Своё дело открыли 60 человек. Появилось 41 крестьянско-фермерское хозяйство и 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Не исключено, что после форума желающих сделать свой первый шаг к предпринимательству станет больше. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.